Сериал И смог подкупить зрителей Уже сейчас в интернете Можно обнаружить массу вопросов О продолжении Многие очень хотели бы не останавливаться На имеющемся И увидеть еще больше серий Такого интересного сериала Пока что нет ни одного Официального заявления от создателей Это значит, что нам придется подождать Еще какое-то время Пока создатели не представят нам анонс Долгожданного нового сезона Подробностей о продолжении очень мало Достоверных дат сейчас и вовсе нет Все мы с нетерпением ждем новых серий И любых хороших новостей о сериале Стоит только надеяться Что продолжение окажется таким же интересным Как и вышедшие шедевральные серии Если, конечно же, премьера нового сезона Вообще состоится Снять фильм немалый подвиг От написания сценария до кастинга Каждый шаг требует усилий И, конечно же, денег А как каждый знает Чем больше фильм, тем больше бюджет Но с появлением инди-фильмов И демократизацией кинооборудования Возможно ли удешевлять фильмы Без ущерба для качества? Давайте взглянем на некоторые расходы Связанные с созданием фильма Прежде всего, это цена таланта Знаменитые актеры и режиссеры Обходятся недешево И их зарплата может составлять Значительную часть бюджета Затем идут затраты на производство Костюмы, декорации, спецэффекты и так далее И давайте не будем забывать о затратах На маркетинг, которые легко могут исчисляться Миллионами долларов Но, возможно, самым большим изменением В удешевлении фильмов стало развитие цифровых технологий С появлением доступных цифровых камер и программного Обеспечения для монтажа Кинематографистам больше не нужно полагаться На дорогую кинопленку или оборудование для постпродакшена Это открыло совершенно новый мир возможностей Для независимых кинематографистов Которые теперь могут снимать высококачественные фильмы С относительно небольшими бюджетами Конечно, всегда будут высокобюджетные блокбастеры На создание которых уходят миллионы долларов Но демократизация кинопроизводства Привела к появлению нового поколения кинематографистов Которые используют творческий подход и находчивость для создания фильмов Столь же убедительных, если не более привлекательных, чем их высокобюджетные аналоги Более того, удешевление фильмов не обязательно означает жертвование художественным видением На самом деле, ограниченный бюджет может заставить кинематографистов Быть более креативными и мыслить нестандартно Они могут исследовать нетрадиционные методы повествования Использовать практические эффекты вместо дорогой компьютерной графики И полагаться на звуковой дизайн для создания атмосферы вместо дорогих декораций Это может привести к созданию более оригинальных и запоминающихся фильмов Поскольку они выделяются из толпы высокобюджетных блокбастеров Голливудские студии, как правило, перестраховываются и придерживаются проверенных формул Поскольку они не хотят вкладывать миллионы долларов в непроверенные концепции Но независимые кинематографисты могут позволить себе рискнуть и раздвинуть границы киноиндустрии Это может привести к новаторским фильмам, которые бросают вызов нашим предположениям и расширяют наши горизонты Несмотря на бесчисленные исследования, опросы и алгоритмы, используемые для анализа потребительского поведения Предсказание успеха в индустрии развлечений — это, как известно, сложная задача Но есть и хорошие новости Мы можем делать обоснованные предположения, основываясь на определенных факторах, которые исторически были связаны с успехом Например, известные актеры или режиссеры, связанные с проектом, часто привлекают внимание и волнение публики Сильная маркетинговая кампания также может вызвать ажиотаж и ожидание Еще одним фактором является жанр постановки Определенные жанры, такие как боевик, комедия и драма, имеют широкую привлекательность и, как правило, хорошо себя зарекомендовали Однако даже в рамках этих жанров успех может быть разным Например, романтическая комедия может стать хитом, а боевик может провалиться Также стоит учитывать нынешний культурный климат Постановки, затрагивающие актуальные социальные или политические вопросы, часто вызывают разговоры и вызывают интерес Конечно, из каждого правила есть исключение Некоторые постановки с громкими именами, масштабными маркетинговыми кампаниями и популярными жанрами по-прежнему проваливаются в прокате Или не привлекают внимания зрителей А иногда производство без громких имен, небольшого маркетинга и малопопулярного жанра может стать неожиданным хитом Однако стоит отметить, что рост стриминг-сервисов добавил новый уровень сложности к прогнозированию успеха Эти сервисы полагаются на аналитику, основанную на данных, для принятия решения о том, какой контент производить или приобретать Анализируя данные о просмотрах и поведении пользователей, они могут определить закономерности и тенденции, которые могут указывать на то, что интересует аудиторию Добро пожаловать в мир развлечений 21 века, где компьютерная графика стала неотъемлемой частью кино и телеиндустрии От захватывающих дух пейзажей до реалистичных динозавров компьютерная графика произвела революцию в том, как мы рассказываем истории на экране Но почему использование компьютерной графики стало настолько распространенным? Проще говоря, это потому, что они позволяют кинематографистам создавать вещи, которые невозможно или непомерно дорого сделать в реальной жизни Хотите показать инопланетное вторжение на Землю? С компьютерной графикой проблем нет Хотите воссоздать историческое событие, такое как крушение Титаника? Компьютерная графика может помочь в этом Но речь идет не только о создании вещей, которые невозможны в реальной жизни Компьютерная графика также может помочь сделать вещи более реальными Например, представьте, что вы снимаете сцену в городе, но перекрывать улицы и привлекать всех людей и автомобили слишком дорого Компьютерную графику также можно использовать для создания виртуальных декораций, которые можно использовать для съемок сцен в местах, которые слишком опасны или непрактичны для съемки С помощью компьютерной графики вы можете создать цифровую версию города и добавить туда всех людей и автомобили, давая вам более убедительную сцену Еще одна причина, по которой компьютерная графика так распространена, заключается в том, что она экономит время и деньги В прежние времена кинематографистам приходилось создавать сложные декорации и модели, чтобы воплотить свое видение на экране Это потребует много времени и ресурсов, но с компьютерной графикой вы можете создавать все, что вам нужно в цифровом виде, что может сэкономить много времени и денег Но, несмотря на вызовы, компьютерная графика стала неотъемлемой частью индустрии развлечений, и без нее сложно представить мир От эпических сражений до ошеломляющих визуальных эффектов Компьютерная графика позволила нам рассказывать истории способами, которые когда-то были невозможны Вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся деньги, чтобы воплощать в жизнь ваши любимые сериалы и фильмы? Этот вопрос озадачил многих, и ответ на него одновременно завораживает и удивляет Во-первых, важно понимать, что создание сериала или фильма — это немалый подвиг Это требует много времени, сил и, конечно же, денег Итак, откуда берутся эти деньги? Одним из источников являются сами студии Многие студии имеют финансовую поддержку для финансирования собственного производства Они могут позволить себе инвестировать миллионы долларов в один проект и надеются получить отдачу от своих инвестиций в виде кассовых сборов или доходов от онлайн-кинотеатров Другой источник — независимые финансисты Это богатые люди или компании, которые инвестируют в фильмы или сериалы в надежде получить прибыль Они часто питают страсть к искусству и готовы рискнуть в проекте, в который верят Многие из них финансируются продюсерскими компаниями, которые затем продают права сетям и стриминг-платформам Это может включать в себя сложную сеть переговоров и сделок Например, производственная компания может обратиться к каналам с пилотным эпизодом, надеясь получить финансирование для полного сериала Если канал заинтересован, они могут предложить лицензионную плату или согласиться на совместное финансирование проекта В качестве альтернативы некоторые сериалы полностью финансируются потоковой платформой, такой как Netflix или Amazon Prime, которые затем сохраняют права на сериалы Еще один способ, с помощью которого кинематографисты могут финансировать свои проекты – это кинофестивали Многие фестивали предлагают возможности финансирования или контакты с потенциальными инвесторами для фильмов-победителей Кроме того, фильм, получивший положительные отзывы на фестивале, может вызвать интерес у дистрибьюторов, которые, возможно, захотят профинансировать более широкий прокат Конечно, некоторые из крупнейших проектов на телевидении и в кино финансируются крупными студиями с большими карманами Эти студии имеют доступ к огромным суммам денег и могут позволить взять на себя финансовый риск производства высокобюджетных фильмов и сериалов Однако даже студиям приходится тщательно обдумывать, какие проекты они выбирают для финансирования, поскольку нет никаких гарантий возврата их инвестиций Также стоит учитывать роль государственного финансирования и различных грантов, предоставляемых правительственными и международными организациями, поддерживающими кинематограф Например, в Европе существует множество программ, поддерживающих производство фильмов и сериалов с целью сохранения культурного наследия и продвижения местных талантов Эти фонды могут покрывать часть бюджета проекта, освобождая создателей от необходимости полагаться исключительно на коммерческое финансирование Кроме того, не стоит забывать о рекламных и маркетинговых соглашениях Многие фильмы и сериалы включают в свои бюджеты доходы от продажи рекламного времени и маркетинговых партнерств Это может включать в себя все — от продажи эксклюзивных прав на показ определенных товаров в фильме до спонсорства от крупных брендов, которые хотят ассоциировать свое имя с популярным проектом Для некоторых знаменитостей слава может быть палкой о двух концах В то время как это приносит им огромное богатство, обожание и возможности, это также имеет высокую цену От безжалостных папарацци до назойливых фанатов, личного и профессионального давления Цена славы может быть огромной Одним из самых существенных недостатков славы является потеря конфиденциальности Известные актеры постоянно находятся в центре внимания общественности Каждый аспект их жизни изучается и анализируется Каждое движение, которое они делают, каждое слово, которое они говорят, открыто для интерпретации Что приводит к сильному давлению для поддержания идеального публичного имиджа Это постоянное внимание может быть умственно и эмоционально истощающим Приводя многих знаменитостей к беспокойству, депрессии и другим проблемам с психическим здоровьем Стремление сохранить свою славу и успех также может привести к злоупотреблению психоактивными веществами и зависимости Поскольку актеры обращаются к алкоголю, чтобы справиться со стрессом в своей повседневной жизни Еще одним существенным недостатком славы является напряжение, которое она может оказать на личные отношения Известные актеры часто изо всех сил пытаются поддерживать стабильные и здоровые отношения Из-за требований своей карьеры и постоянного присутствия папарацци От скандалов с изменами до грязных расставаний СМИ быстро набрасываются на любой намек на драму, что делает почти невозможным для знаменитостей управлять своими отношениями наедине Финансовое бремя славы также может быть недостатком Хотя может показаться, что знаменитости обладают бесконечным богатством, они часто несут ответственность за поддержку не только себя, но и всего своего окружения От менеджеров и агентов до личных помощников и стилистов стоимость поддержания их имиджа и карьеры может быть ошеломляющей В заключении отметим, что обратная жизнь известных актеров гораздо сложнее и интереснее, чем кажется со стороны Хотя обычному человеку это может показаться гламурным и захватывающим, реальность такова, что слава обходится дорого Потеря конфиденциальности, нереалистичные ожидания, постоянные требования и финансовое бремя — все это может сказаться на психическом и физическом здоровье знаменитостей Кастинг на роли в фильмах и сериалах — увлекательный процесс, требующий большого мастерства и опыта Это первый и один из самых важных шагов в создании фильма или сериала, так как он может решить судьбу проекта Успешный кастинг может поднять сценарий на совершенно новый уровень, а неудачный может его испортить Давайте подробнее рассмотрим процесс кастинга и то, что делает его успешным Первым шагом в кастинге является определение роли и характеристик персонажей Это делают сценаристы и режиссеры, которые вместе создают подробное описание каждого персонажа Они учитывают такие факторы, как возраст, пол, личностные качества и внешний вид Это описание затем используется для создания разбивки по кастингу, которая представляет собой документ, рассылаемый директорам по кастингу и агентам Следующим шагом является выбор правильного кастинг-директора Это важное решение, поскольку директор по кастингу отвечает за поиск актеров, которые воплотят персонажей в жизнь Директор по кастингу тесно сотрудничает с режиссером и продюсерами, чтобы понять видение проекта и определить, какие актеры нужны Как только директор по кастингу выбран, начинаются поиски актеров Это может включать различные методы, в том числе проведение прослушиваний, поиск в базах данных талантов и обращение к агентам Директор по кастингу может также посещать театральные представления и кинофестивали в поисках талантов Когда у кастинг-директора есть список потенциальных актеров, они начинают процесс прослушивания Это нервный опыт для актеров, поскольку они должны выступать перед судейской коллегией, которая решит, подходят ли они для этой роли Процесс прослушивания может быть разным, но обычно он включает в себя чтение строк и сценария и иногда импровизацию После прослушивания директор по кастингу и продюсеры рассматривают выступления и решают, какие актеры лучше всего подходят для каждой роли Они учитывают такие факторы, как химия с другими актерами, способность передать эмоции и личность персонажа, а также общую производительность После того, как актеры выбраны, они проходят процесс переговоров по контракту Это может включать в себя много переговоров между агентами актеров и продюсерами, поскольку они работают над согласованием заработной платы и других деталей контракта Когда все согласовано, актеры подписывают контракты и проект продвигается вперед Фильмы и сериалы являются одними из самых популярных форм развлечения во всем мире И не секрет, что их часто необходимо адаптировать для других языков, чтобы охватить более широкую аудиторию Во-первых, процесс адаптации фильма или сериала на другой язык требует большего, чем простой перевод сценария Переводчики должны учитывать культурные нюансы и различия, идиомы, разговорные выражения и даже шутки, которые могут плохо переводиться Это означает, что при переводе должна быть проделана большая творческая работа, чтобы гарантировать, что юмор, эмоции и общее воздействие оригинального контента будут выражены наилучшим образом Одним из распространенных подходов к адаптации является дублирование голоса, которое включает замену исходной звуковой дорожки на новую В этом случае новая звуковая дорожка записывается актерами озвучивания Дублирование может быть сложной задачей, поскольку актеры озвучивания должны не только передавать эмоции оригинальных актеров, но также соответствовать тону и темпу оригинального звука Требуется отличное владение целевым языком, а также актерское мастерство, чтобы дублированная версия звучала максимально естественно Другой подход — это субтитры, при которых письменный перевод исходного звука отображается внизу экрана Субтитры популярны во многих странах и позволяют зрителям наслаждаться оригинальным звуком и игрой актеров Однако субтитры также требуют пристального внимания к деталям, поскольку текст должен быть правильно синхронизирован с действием на экране и не отвлекать внимание зрителя от визуальных эффектов Хотя могут быть внесены некоторые изменения в сценарий, цель всегда состоит в том, чтобы оставаться как можно более верным оригиналу, но при этом доставлять удовольствие целевой аудитории Но когда все сделано правильно, это может предоставить зрителям увлекательный и интересный опыт, независимо от их языка или культуры Более того, процесс адаптации фильмов и сериалов на другие языки становится все более важным по мере расширения мировой индустрии развлечений С появлением стриминговых сервисов и возможностью охватить аудиторию по всему миру создатели и распространители контента должны сделать так, чтобы их контент был доступен как можно большему количеству людей Все это привело к увеличению спроса на высококачественные переводы и адаптации, что создает новый рынок для лингвистов и студий Адаптация фильмов и сериалов на другие языки — сложный и ответственный процесс, который включает в себя гораздо больше, чем простой перевод сценария Требуется творческий подход, культурная чуткость и глубокое понимание целевой аудитории, чтобы сохранить суть исходного материала и при этом сделать его интересным для местной аудитории С продолжающимся ростом мировой индустрии развлечений спрос на высококачественные адаптации и переводы в будущем будет только расти, что делает его захватывающим Киноиндустрия — это загадка, которая может быть столь же непредсказуемой, сколь и увлекательной Это мир, в котором небольшой малобюджетный инди-фильм может мгновенно стать классикой, а многомиллионный блокбастер может стать колоссальным провалом Но что заставляет одни фильмы взлетать, а другие рушатся и гореть? В основе каждого успешного фильма лежит захватывающая история Хорошая история — это основа, на которой строится фильм, и это то, что удерживает аудиторию от начала до конца Хорошо рассказанная история может перенести нас в другой мир, познакомить с очаровательными персонажами и вызвать у нас целый ряд эмоций От радости и смеха до страха и печали Но одной хорошей истории недостаточно, чтобы гарантировать успех Время также имеет решающее значение Фильм, который выходит в нужное время, когда публика жаждет чего-то нового и захватывающего, может мгновенно стать хитом Например, фильм ужасов, выпущенный незадолго до Хэллоуина, имеет больше шансов преуспеть, чем фильм, выпущенный в середине лета Маркетинг также играет огромную роль в определении успеха фильма Хорошо проведенная маркетинговая кампания может вызвать ажиотаж и предвкушение, заинтересовав людей фильмом еще до его выхода С другой стороны, плохо продаваемый фильм может остаться незамеченным и быть забытым Кастинг фильма также имеет решающее значение Известный актер или актриса может привлечь аудиторию и придать фильму ощущение важности Талантливый актерский состав может улучшить даже самый посредственный сценарий В то время как слабый актерский состав может погубить потенциально отличный фильм Режиссеры также играют важную роль в успехе Опытный режиссер может взять хороший сценарий и превратить его в шедевр В то время как менее опытный режиссер может испортить отличную историю Режиссерское видение, стиль и умение работать с актерами могут создать или разрушить фильм Стиль режиссера еще один критический фактор, который может предрешить успех фильма или сериала Каждый режиссер имеет уникальный стиль, который отличает их от других У некоторых режиссеров есть определенный жанр, в котором они преуспевают В то время как у других есть особый визуальный стиль или стиль повествования, который отличает их от других Стиль режиссера может помочь создать запоминающийся фильм, который будет выделяться на фоне многолюдного кино Наконец, есть нематериальный фактор удачи Иногда фильм просто вызывает отклик у зрителей, становясь культурным явлением, которое никто не мог предсказать В других случаях фильм, который кажется безошибочным хитом, может провалиться по причинам, которые никто не может объяснить В то время как актеры и актрисы могут быть в центре внимания, именно режиссеры являются истинным костяком любого фильма Именно они вдыхают жизнь в сценарий и превращают его в визуальный шедевр, завораживающий зрителей Однако, это непростая задача Режиссеры сталкиваются с многочисленными проблемами, которые могут разрушить их фильм Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются режиссеры — управление логистикой съемок Это включает в себя координацию с многочисленными отделами, такими как съемочная группа, отдел звука, команда освещения и многое другое Обеспечение того, чтобы все оборудование было на месте и функционировало оптимально, является сложной задачей, требующей огромного внимания к деталям Любой технический сбой может привести к задержке съемок, что приведет к перерасходу бюджета и общей потере времени и ресурсов Еще одна проблема, с которой сталкиваются режиссеры — это управление актерами Несмотря на то, что актеры являются профессионалами, они могут быть темпераментными и непредсказуемыми Некоторые актеры могут не появиться вовремя или быть не в том настроении, чтобы произносить свои реплики В таких ситуациях режиссеры должны быть терпеливыми и дипломатичными, используя свои навыки работы с людьми, чтобы мотивировать актеров и вернуть их в нужное русло Еще одна проблема, с которой сталкиваются режиссеры — управление бюджетом Кинопроизводство — дорогое удовольствие И режиссеры должны следить за тем, чтобы они не выходили за рамки бюджета И в то же время создавать высококачественный фильм Это требует тщательного планирования и составления бюджета Пристального внимания к расходам и готовности принимать трудные решения, когда это необходимо Когда мы думаем о кинорежиссерах, мы часто представляем себе, как они удобно сидят в своих режиссерских креслах Выкрикивая приказы своим актерам и съемочной группе, воплощая в жизнь свое кинематографическое видение Но о чем мы не часто задумываемся, так это об огромном давлении и стрессе, которые сопровождают работу режиссера Долгие часы работы, сжатые сроки, постоянное решение проблем и попытка сохранить творческое видение могут серьезно сказаться даже на самых опытных режиссерах А когда что-то идет не по плану, разочарование и досада могут быстро перерасти в агрессию Они могут огрызаться на своих актеров и съемочную группу, набрасываться или даже бросать предметы в приступе ярости Режиссеры нередко бывают настолько поглощены своим видением, что теряют из виду более широкую картину А их поведение может стать неустойчивым и непредсказуемым Будущее кино стремительно меняется на волне популярности стриминговых сервисов Поскольку мир становится все более цифровым, а потребители требуют мгновенного удовлетворения Неудивительно, что традиционные кинотеатры сталкиваются с жесткой конкуренцией Итак, какими могут быть кинотеатры будущего? Одно можно сказать наверняка – киноиндустрии придется адаптироваться, чтобы выжить Одна из возможностей заключается в том, что кинотеатры станут более эмпирическими Предлагая иммерсивные и интерактивные впечатления, выходящие за рамки простого просмотра фильма на большом экране Представьте, что вы заходите в кинотеатр и полностью перемещаетесь в другой мир С развитием технологий это может стать реальностью Подумайте о гарнитурах виртуальной реальности, сенсорных ощущениях и интерактивных инсталляциях Которые позволяют зрителям почувствовать себя частью действия Возможности безграничны, а потенциал для создания уникальных и незабываемых впечатлений огромен Но как насчет традиционного кинотеатра? Будет ли он по-прежнему иметь место в будущем кино? Абсолютно! Всегда будет рынок для волшебства сидения в темном кинотеатре В окружении незнакомцев и совместного просмотра фильма Тем не менее киноиндустрии придется приложить больше усилий, чтобы обеспечить впечатления, которые невозможно воспроизвести дома Один из способов, с помощью которого кинотеатры могут добиться этого Предлагать больше опций премиум-класса, таких как роскошные кресла, изысканные закуски и эксклюзивные мероприятия Другая возможность заключается в том, что кинотеатры будут сотрудничать с потоковыми сервисами Чтобы предлагать эксклюзивный контент, который можно увидеть только на большом экране В конечном итоге будущее кино будет определяться желаниями и ожиданиями потребителей С появлением стриминговых сервисов стало ясно, что люди хотят удобства и доступа к контенту на кончиках пальцев Но это не значит, что магия кино умерла На самом деле потенциал для инноваций и творчества больше, чем когда-либо прежде Так что пристегнитесь, возьмите попкорн и приготовьтесь к поездке Будущее кинематографа, несомненно, будет захватывающим Когда мы смотрим фильм или сериал, мы переносимся в другой мир, разворачивающийся перед нами Но задумывались ли вы когда-нибудь, сколько дублей нужно, чтобы сделать сцену идеальной? Ответ может вас удивить Создание фильма — это сложный процесс, в котором участвует команда профессионалов, работающих вместе, чтобы воплотить историю в жизнь Каждый, от режиссера до актеров и съемочной группы, играет жизненно важную роль в обеспечении идеального качества каждого кадра А иногда это означает делать несколько дублей Количество дублей, необходимых для сцены, может варьироваться в зависимости от множества факторов Например, если сцена включает сложную хореографию или трюки, может потребоваться больше дублей Чтобы убедиться, что все в безопасности, а действие выглядит реалистично Точно так же, если сцена требует от актеров большой эмоциональной глубины, им может потребоваться сделать несколько дублей Чтобы попасть в правильное пространство и показать игру, которую ищет режиссер Но даже, казалось бы, простые сцены могут потребовать нескольких дублей Например, сцена, в которой два персонажа сидят за столом и разговаривают, может показаться простой, но нужно учитывать множество переменных Подходит ли освещение? С правильным ли тоном и эмоциями актеры произносят свои реплики? Улавливает ли угол камеры нужные моменты? Каждый фактор может повлиять на количество дублей, необходимое для получения идеального снимка И хотя для некоторых сцен может потребоваться всего несколько дублей, для других могут потребоваться десятки или даже сотни Все зависит от режиссерского видения сцены и уровня совершенства, к которому они стремятся Фильмы уже более века являются важной частью нашей культуры, развлекая и перенося нас в другие миры и времена Однако многие утверждают, что раньше фильмы были лучше, и с этим трудно не согласиться В классических фильмах есть определенный шарм и волшебство, которых, кажется, не хватает современным фильмам Одна из причин такого настроения заключается в том, что фильмы из прошлого были более глубокими и содержательными Кинематографисты раньше уделяли больше внимания повествованию, персонажам и темам, которые находили отклик у зрителей Они не полагались исключительно на яркие спецэффекты или именитых актеров при продаже билетов Вместо этого они создали захватывающее повествование, которое очаровало зрителей и оставило неизгладимое впечатление Другая причина в том, что в то время киноиндустрия была менее коммерциализирована Студии пошли на риск и предоставили режиссерам и сценаристам больше творческой свободы В результате чего появилось множество разнообразных фильмов с уникальными перспективами и стилями В настоящее время кажется, что все шаблонно Студии выпускают шаблонные фильмы, рассчитанные на максимально широкую аудиторию Кроме того, технологии прошлого сыграли значительную роль в создании ощущения волшебства и чуда В то время создателям фильмов приходилось полагаться на практические эффекты и практические трюки, которые требовали изобретательности и творчества Ностальгия также может быть причиной того, что люди говорят, что раньше фильмы были лучше Классические фильмы вызывают чувство ностальгии по тем временам, когда жизнь была проще, а мир казался волшебнее Мы с любовью вспоминаем фильмы нашего детства и смотрим на них через розовые очки, заставляя их казаться лучше, чем они были на самом деле У современных фильмов есть свои достоинства, но трудно утверждать, что они передают ту же магию и очарование, что и фильмы прошлого Фильмы и сериалы способны увлечь нас, перенести в разные миры и погрузить в истории, которые иначе мы бы никогда не увидели Тем не менее, как каждый знает, не все фильмы и сериалы одинаковы Некоторые заставляют нас скучать и не интересоваться, задаваясь вопросом, почему мы вообще тратим время впустую Так почему же некоторым фильмам и сериалам не удается привлечь наше внимание Ответ кроется в сложном сочетании факторов, влияющих на создание по-настоящему захватывающей истории Одна из основных причин, по которой некоторые фильмы и сериалы скучны, заключается просто в том, что они не вызывают у нас эмоционального отклика В хорошей истории должны быть персонажи, которые нам не безразличны, с мотивами, которые мы понимаем и которые нам близки Без этой эмоциональной связи нам просто все равно, что будет дальше Это как смотреть спортивную игру между двумя командами, которые вам не интересны Другая причина, по которой некоторые фильмы и телепередачи не привлекают нашего внимания, заключается в том, что в них отсутствует ощущение безотлагательности или напряжения У хорошей истории должны быть ставки, что-то, что персонажи могут выиграть или проиграть Без этого чувства напряжения нет причин продолжать смотреть Это как смотреть фильм, конец которого уже известен Нет ни удивления, ни предвкушения Но, пожалуй, самый важный фактор в том, скучен ли фильм или сериал, это темп Хорошая история должна быть динамичной, с устойчивым ритмом, который удерживает нас вовлеченными и заинтересованными Если история движется слишком медленно, нам становится скучно Если он движется слишком быстро, у нас не будет времени осознать, что происходит, и мы будем перегружены Темп — это тонкий баланс, и во многих фильмах и сериалах его не удается найти правильно Конечно, есть много других факторов, которые могут сделать фильм или сериал скучным Плохой сценарий, плохая игра актеров, неинтересная операторская работа и так далее Но, в конце концов, именно эмоциональная связь, ощущение безотлагательности и ритм создают или разрушают историю Процесс создания сериала или фильма невероятно сложен и включает в себя множество различных этапов, каждый из которых требует времени и опыта Во-первых, давайте поговорим о сериалах Время, необходимое для создания сериалов, может варьироваться в зависимости от множества факторов Некоторые из них выпускаются еженедельно, а новые серии выходят в эфир каждую неделю в течение сезона Другие сериалы могут быть созданы все сразу, а затем выпущены целиком на потоковой платформе, такой как Netflix или Amazon Prime Video Для еженедельных сериалов процесс обычно начинается за несколько месяцев до выхода в эфир первого эпизода Сценаристы начинают с разработки концепции и написания сценария пилотного эпизода Как только пилот получит зеленый свет, сценаристы приступят к работе над остальными эпизодами сезона Это может занять несколько месяцев, так как каждый эпизод должен быть тщательно проработан и доработан, чтобы гарантировать, что он вписывается в общую сюжетную линию сезона После того, как сценарии будут готовы, съемочная группа приступит к подбору актеров, поиску локаций и разработке декораций и костюмов Это может занять еще несколько месяцев, так как каждый аспект должен быть тщательно спланирован и реализован Время, необходимое для создания фильма, зависит от нескольких факторов, включая жанр, бюджет, сценарий, съемочную группу и видение режиссера Однако, в среднем на создание фильма от замысла до релиза уходит около 2-3 лет Первым шагом в создании фильма является процесс написания сценария Этот процесс может занять от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от сложности истории и количества необходимых исправлений После того, как сценарий готов, следующим шагом является подготовка к съемкам, когда нанимается съемочная группа, определяются локации и определяется бюджет Фактически, съемочный процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от размера и сложности производства В это время съемочная группа неустанно работает над тем, чтобы запечатлеть замысел режиссера на камеру Каждая деталь, от освещения до звука и спецэффектов, должна быть идеальной, чтобы создать цельный кинематографический опыт После завершения съемок начинается процесс постпродакшена Это включает в себя монтаж, звуковой дизайн и визуальные эффекты Постпродакшен может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности фильма и количества необходимых спецэффектов После завершения постпродакшена фильм готов к прокату Однако прежде чем общественность увидит его, необходимо предпринять еще несколько шагов К ним относятся маркетинг и продвижение, кинофестивали и сделки по распространению Все шаги могут занять от нескольких месяцев до года и более Каскадеры в фильмах и сериалах – герои индустрии развлечений Это те, кто делает невозможное возможным Те, кто воплощает в жизнь последовательности действий И те, кто рискует своей жизнью, чтобы звезды хорошо выглядели на экране Эти люди являются высококвалифицированными профессионалами Которые проходят строгую физическую подготовку и практику, чтобы обеспечить свою безопасность во время этих смелых подвигов Но каскадерская работа заключается не только в выполнении смелых трюков Каскадеры также играют решающую роль в создании правдоподобных боевых сцен От хореографии до исполнения эти люди неустанно работают над тем, чтобы зрители полностью погрузились в происходящее на экране Их работа настолько органична, что часто трудно сказать, где заканчивается актер и начинается каскадер Несмотря на невероятное мастерство и храбрость, необходимые для их работы, каскадеров часто упускают из виду и недооценивают Они рискуют своим телом, чтобы создать невероятные моменты развлечения, но редко получают заслуженное признание То, что они делают, совсем непросто Они тратят часы, дни, даже недели на подготовку к одному трюку, следя за тем, чтобы каждое движение было рассчитано и отрепетировано до совершенства А когда дело доходит до выступления, ошибиться нельзя Каждый трюк – это просчитанный риск Вот почему каскадеры тщательно тренируются и работают с лучшим доступным оборудованием для обеспечения безопасности От ремней безопасности и набивки до подушек безопасности и тросов Но, несмотря на риски, каскадеры любят то, чем занимаются У них есть страсть к действию и любовь к приключениям, которые заставляют их раздвигать границы возможного Не секрет, что даже лучшие актеры и актрисы допускают ошибки во время съемок Иногда они забывают свои реплики Или их костюмы выходят из строя, или они просто спотыкаются и падают И когда эти ошибки случаются, они могут создать одни из самых запоминающихся и веселых моментов в истории кинематографа Это неожиданные моменты веселья, которые заставляют нас любить наши любимые фильмы и сериалы еще больше От пропущенных строк до спотыкания о реквизит Ляпы могут варьироваться от незначительных неудач до полномасштабных катастроф Но почему же мы их так любим? Возможно, это потому, что ляпы очеловечивают наших любимых актеров и актрис Они напоминают нам о том, что даже самые талантливые и безупречные исполнители все еще подвержены ошибкам И давайте смотреть правде в глаза Видеть, как они смеются, ругаются или ломают характер, может быть совершенно милым Но ляпы — это не просто развлечение для зрителей Они также являются ценным инструментом для кинематографистов Изучая ошибки, возникающие во время съемок, режиссеры и монтажеры могут определить области, в которых можно сделать улучшение А в некоторых случаях ляпы могут даже вдохновить на создание новых сцен или диалогов, которые войдут в окончательный вариант Конечно, не каждые ляпы попадают в финальную версию Некоторые из них просто слишком смущают или неуместны, чтобы их включать Но благодаря увеличению количества выпусков DVD и Blu-ray Многие ляпы, которые когда-то были спрятаны в глубинах студийных архивов, теперь легко доступны для поклонников В последние годы в индустрии развлечений наблюдается замечательная тенденция переделывать классические фильмы и сериалы Ремейки от любимых детских фильмов до культовой классики в наши дни кажутся повсюду Этот всплеск ремейков вызвал споры как среди зрителей, так и среди критиков Одни хвалят новые интерпретации, а другие критикуют их как ленивые попытки нажиться на ностальгии Итак, что движет этой тенденцией? Одним из факторов, несомненно, является сила ностальгии У всех нас есть воспоминания о просмотре определенных фильмов или сериалов с семьей и друзьями И возможность вернуться к этим воспоминаниям может быть неотразимой Ремейки позволяют нам пережить этот опыт, наслаждаясь современными ценностями и обновленными сюжетными линиями Но одна только ностальгия не может объяснить широкую популярность ремейков Еще одна причина их популярности то, как они могут вдохнуть новую жизнь в знакомые истории Отличный ремейк может взять любимую классику и сделать ее свежей и актуальной для нового поколения Обновляя обстановку персонажей или темы, ремейк может использовать текущие культурные тенденции И общаться с более молодыми зрителями Конечно, не все ремейки одинаковы Некоторые из них плохо выполнены и не могут передать магию оригинала Лучшие ремейки обеспечивают баланс между уважением к исходному материалу и привнесением чего-то нового Недавний всплеск ремейков — сложное явление, которое говорит о нашей ностальгии Нашем желании по-новому взглянуть на знакомые истории Любите вы их или ненавидите, ремейки никуда не денутся И будет интересно посмотреть, как они будут развиваться в ближайшие годы Многие любители кино оказывались полностью захваченными новым сериалом С нетерпением ожидая следующего сезона А затем внезапно узнавали, что сериал неожиданно закрыли Это разочаровывающий опыт, и он стал слишком распространенным в последние годы Так почему же сериалы заканчиваются после всего лишь одного сезона? Давайте рассмотрим некоторые причины этого явления Одна из самых распространенных причин, по которой сериал заканчивается всего через один сезон — это низкие рейтинги Ни для кого не секрет, что телевизионные сети занимаются зарабатыванием денег И если сериал не собирает столько зрителей, сколько они хотят, вряд ли его продлят на следующий сезон В сегодняшнем переполненном телевизионном ландшафте, когда у зрителей есть бесчисленное количество вариантов того, что смотреть Новому сериалу может быть трудно прорваться и найти аудиторию Еще один фактор, который может способствовать окончанию сериала после одного сезона — это творческие разногласия между создателями и каналом Сериал может иметь уникальное видение и стиль, которые отличают его от других Но если руководители сети не согласны с этим видением, они могут предпочесть закрыть сериал вместо того, чтобы попробовать что-то новое и необычное Иногда сериал может закончиться после одного сезона просто потому, что оно задумывалось как ограниченная серия В этом случае у создателей могла быть конкретная история, которую они хотели рассказать И как только эта история была завершена, в дополнительных сезонах не было необходимости Ограниченные серии становятся все более популярными в последние годы И на то есть веские причины Они дают создателям возможность рассказать полную и убедительную историю в рамках определенного количества эпизодов Без необходимости придумывать новые сюжетные линии для продолжения нескольких сезонов Ограниченные сериалы также могут привлечь знаменитых актеров, которые, возможно, не заинтересованы в длительном сериале Но рады перспективе работы над более коротким, более целенаправленным проектом Еще одним преимуществом ограниченных сериалов является то, что они могут быть более экспериментальными и смелыми, чем традиционные проекты Имея всего несколько серий для работы, создатели могут рисковать и раздвигать границы способами Которые могут быть невозможны с сериалами, рассчитанными на несколько сезонов Ограниченные сериалы могут затрагивать сложную тему и могут быть более амбициозными в визуальном, а также повествовательном плане, чем другие сериалы Также важно отметить, что в последние годы растущее влияние стриминговых сервисов значительно изменило ландшафт телевизионного производства Стриминговые платформы часто решаются на создание оригинального контента с уникальным содержанием Что иногда приводит к производству сериалов, которые могут не подходить традиционной модели продления на множество сезонов Эти платформы могут позволить себе более быстро отказываться от проектов, которые не достигают ожидаемых цифр просмотров Переключая ресурсы на более перспективные предложения Бюджетные ограничения также играют значительную роль в решении о закрытии сериала Даже если сериал пользуется популярностью среди нишевой аудитории, высокие затраты на производство могут сделать его невыгодным для продолжения В таких случаях, несмотря на творческий успех, финансовая несостоятельность может привести к преждевременному завершению сериала Еще одна потенциальная причина закрытия сериалов после одного сезона — юридические и лицензионные споры Иногда права на определенные истории или персонажи могут стать предметом диспутов, что существенно усложняет продолжение проекта За последние годы мир кино претерпел огромные изменения С развитием технологий и меняющимися потребностями кинозрителей киноиндустрия должна была адаптироваться, чтобы оставаться актуальной Прошли те времена, когда простого сюжета и хорошей игры было достаточно, чтобы порадовать зрителей Сегодняшние кинозрители требуют большего от своего кинематографического опыта И кинематографисты должны реагировать соответствующим образом Одним из наиболее значительных изменений в потребностях кинозрителей стало появление иммерсивных впечатлений Сегодняшние зрители хотят быть полностью поглощенными сюжетом, который они смотрят И кинематографисты ответили на это передовыми спецэффектами, 3D-технологиями и экранами высокой четкости В результате получается более интенсивный и увлекательный кинематографический опыт Который позволяет зрителям почувствовать, что они являются частью действия Еще одним ключевым изменением в потребностях кинозрителей является стремление к разнообразному представлению В прошлом Голливуд был известен своим отсутствием разнообразия И в фильмах часто фигурировали главным образом белые мужчины Сегодняшние зрители хотят видеть свое отражение на большом экране И кинематографисты ответили более разнообразным актерским составом и повествованием Рост потоковых сервисов также повлиял на потребности кинозрителей Благодаря удобному просмотру по требованию кинозрители ожидают больше возможностей и гибкости в своих кинематографических впечатлениях Сервисы отреагировали созданием собственного контента и предложили более широкий выбор фильмов и сериалов, чем традиционные кинотеатры Это создало больше возможностей для независимых кинематографистов и предоставило зрителям доступ к более широкому кругу историй Наконец, социальные сети оказали значительное влияние на потребности кинозрителей Они упростили сегодняшним зрителям возможность делиться своими мыслями и мнениями о фильмах Это создало спрос на более социальные и политически сознательные фильмы Поскольку зрители хотят видеть истории, отражающие их ценности и убеждения Кинематографисты, которые могут удовлетворить эти потребности, обязательно преуспеют в этой быстро развивающейся отрасли Когда мы смотрим фильм или сериал, мы обычно не думаем о тяжелой работе, которая происходит за кулисами Мы сосредоточены на актерах и их игре Но есть целая команда людей, неустанно работающих над тем, чтобы все выглядело идеально Одним из самых важных членов этой команды является оператор И во время съемок они сталкиваются с множеством трудностей, о которых мы даже не задумываемся Прежде всего, операторы должны иметь дело с физическими требованиями своей работы Им приходится часами стоять на ногах, таскать тяжелое оборудование и перемещать его, чтобы сделать идеальный снимок Им приходится перемещаться по сложной местности, подниматься по лестнице и принимать странные позы, чтобы поймать правильный угол Все это требует выносливости, силы и гибкости Но физические требования – это только вершина айсберга Операторам также приходится бороться с непредсказуемым характером их сюжета Возможно, им придется снимать в экстремальных погодных условиях, от палящего зноя до мороза Или им придется снимать в сложных условиях, таких как пустыни, джунгли или под водой Им также, возможно, придется иметь дело со сложными условиями освещения Такими как резкий солнечный свет, слабое освещение или быстро меняющееся освещение Все это требует технических знаний и быстрого мышления Затем идут творческие задачи Операторы должны тесно сотрудничать с режиссерами, чтобы передать правильное настроение и тон для каждой сцены Они должны уметь думать на ходу и придумывать творческие решения неожиданных проблем Они должны уметь адаптировать свой стиль, чтобы он соответствовал видению проекта, над которым они работают Несмотря на многочисленные трудности, с которыми сталкиваются операторы во время съемок Они остаются увлеченными своим делом Они знают, что кадры, которые они снимают, могут создать или испортить сцену И они полны решимости сделать все правильно Они постоянно подталкивают себя к совершенствованию своих навыков и разработке новых методов Будь то автомобильная погоня, сцена драки или драматический трюк Эти сцены требуют доли секунды и точности Операторы должны иметь возможность плавно следить за действием и снимать его с разных углов При этом оберегая себя и свое оборудование от опасности Они знают, что отснятый ими материал может решить судьбу проекта, а может и разрушить его И они стремятся добиться наилучших возможных результатов Фильмы и сериалы всегда были мощным средством повествования и развлечения Но помимо своей основной цели, они также могут влиять на поведение, мнение и образ жизни зрителей в разных частях мира От формирования политических взглядов до установления модных тенденций Кино могут влиять на нашу жизнь множеством способов Одним из наиболее важных способов влияния фильмов и сериалов на зрителей является создание культурных икон и героев Эти персонажи становятся образцами для подражания для зрителей, формируя их ценности и отношения к различным аспектам жизни Еще один способ, которым кино влияет на зрителей, это формирование их восприятия мира Программы новостей и текущих событий могут влиять на общественное мнение по различным вопросам От политических идеологий до социальных движений Точно так же вымышленные фильмы и сериалы могут создавать стереотипы и предрассудки Которые могут влиять на то, как зрители воспринимают разные культуры и расы Влияние культурных икон и героев выходит за рамки развлечения и может иметь последствия в реальном мире Например, представление различных культур, рас и полов на экране может влиять на отношение общества к этим группам Позитивное представление может бросить вызов стереотипам и способствовать сочувствию В то время как отрицательное может увековечить вредные предубеждения и дискриминацию Кроме того, культурные иконы и герои также могут влиять на поведение потребителей Особенно в индустрии моды и красоты Например, популярность определенной прически, предмета одежды или макияжа на экране Может привести к увеличению продаж этих продуктов Точно так же изображение определенных образов жизни и ценностей на экране Может повлиять на потребительский выбор Например, на решение вести вегетарианский или веганский образ жизни Режиссеры – невоспетые герои киноиндустрии Это провидцы, которые воплощают истории в жизнь Превращая слова на странице в увлекательные изображения на большом экране Но за блеском и гламуром Голливуда скрывается целый мир проблем и препятствий С которыми приходится сталкиваться режиссером во время съемок Одна из самых больших трудностей, с которыми сталкиваются режиссеры – управление эго-актеров Некоторым актерам требуется особое отношение или предъявляются особые требования, которые может быть сложно удовлетворить Управление этими личностями требует тонкого баланса дипломатии и такта, а также сильных лидерских качеств Еще одна проблема связана с непредсказуемым характером кинопроизводства Независимо от того, сколько планирования и подготовки уходит на проект, в любой момент могут возникнуть неожиданные препятствия Погода может измениться, оборудование может выйти из строя, могут произойти несчастные случаи Режиссеры должны уметь думать на ходу и придумывать творческие решения, чтобы производство продвигалось вперед Время – еще один враг, с которым режиссеры должны бороться Графики съемок часто бывают плотными, и всегда есть необходимость не сбиться с пути и не выходить за рамки бюджета Это означает, что режиссеры должны эффективно распоряжаться своим временем, принимать быстрые решения и внимательно следить за временем Техническая сторона кинопроизводства также может представлять трудности для режиссеров Они должны тесно сотрудничать с оператором, чтобы добиться желаемого внешнего вида фильма Это требует глубокого понимания, какие нужны ракурсы, освещение и других технических аспектов кинопроизводства Наконец, режиссеры должны также управлять ожиданиями производителей, инвесторов и других заинтересованных сторон Они должны сбалансировать творческое видение фильма с коммерческими реалиями индустрии Это означает принятие трудных решений и компромиссов, которые могут повлиять на конечный продукт Несмотря на эти проблемы, награды кинопроизводства неизмеримы Для режиссеров возможность воплотить свое творческое видение в жизнь — это сбывшаяся мечта А для зрителей возможность ощутить магию кино — это незабываемое впечатление Работа режиссера требует не только технического мастерства и управленческих навыков, но и уникальной способности вдохновлять и мотивировать команду На плечах режиссера лежит ответственность за моральный дух на съемочной площадке, что становится критически важным, когда проект сталкивается с неизбежными трудностями Эмоциональное лидерство, способность поддерживать высокий уровень энергии и оптимизма среди актеров и съемочной группы часто определяет, насколько успешно проект преодолеет трудности Режиссеры также сталкиваются с необходимостью адаптации своего видения к реальным условиям производства Иногда это означает изменение сценария на ходу или отказ от некоторых идей в пользу более выполнимых Эта гибкость может быть тяжелым испытанием для творческого человека, стремящегося сохранить свою художественную целостность В этом динамичном и непредсказуемом мире кинопроизводства режиссеры должны обладать как невероятной стойкостью, так и творческой гибкостью чтобы превращать каждое препятствие в возможность для творчества Именно эта способность преобразовывать проблемы в потенциал для инноваций делает их истинными героями кинематографа Есть что-то поистине волшебное в походе на премьеру фильма в кинотеатре С того момента, как вы войдете внутрь, вы почувствуете предвкушение в воздухе Как будто каждый ждет чего-то невероятного и знает, что находится в нужном месте, чтобы испытать это Стены украшены афишами фильмов, а над головой мерцают яркие разноцветные огни Как будто кинотеатр готовится перенести вас в совершенно другой мир И когда вы пробираетесь к своему месту, вы не можете не чувствовать волнение, бурлящее внутри вас Когда гаснет свет, вы усаживаетесь в кресло и позволяете себе увлечься волшебством большого экрана Каждая деталь, каждый звук и каждый момент предназначены для того, чтобы погрузить вас глубже в историю Разворачивающуюся перед вашими глазами И когда фильм наконец начинается, вы полностью сметены Вы больше не в кинотеатре, вы в совершенно другом мире Вы живете и дышите историей вместе с персонажами, чувствуя каждую эмоцию, как если бы она была вашей собственной Но не только сам фильм делает этот опыт таким особенным Это общее чувство удивления и волнения, которое пронизывает весь кинотеатр Вздохи, смех и аплодисменты – все это добавляет опыта, делая его похожим на коллективное мероприятие И когда фильм наконец заканчивается, у вас остается ощущение, что вы были в диком приключении Выходишь из кинотеатра с чувством радости, удивления и удовлетворения Это уникальный опыт, которым мы всегда будем дорожить В мире, где мы так заняты и рассеяны, поход на премьеру фильма дает возможность замедлиться и восстановить связь с магией кино Это напоминание о том, что истории могут нас увлечь Фильмы могут вдохновить и что общий опыт может сблизить нас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok